В своё время французы решили освоить делянку премиального сегмента, выкатив странноватый гибрид хэтчбека, кроссовера и купе под названием Citroёn DS4. Позднее машина лишилась фамилии Citroёn, поскольку бренд DS стал самостоятельным. В мировом масштабе премиальная четвёрка оказалась совсем провальной, и в 2018 году модель убрали из гаммы, чтобы сейчас вывести второе поколение. Правда, от бывалых издевательств над форматом решено отказаться. Это теперь обычный хэтч, но заметно крупнее предшественника. За исключением высоты все другие габаритные параметры увеличены. За премиум отвечает оснащение. Ручки дверей утоплены по моде. Гигантские колёса 19-ти или даже 20-ти дюймовые. Фары не просто диодные, а матричные. Французы гордятся, что главный модуль фар может поворачиваться на 33,5 градуса. Чтобы внести в гамму необходимое разнообразие, задуманы две специальные модификации. Performance Line — это подобие простенькой спортивной версии с чёрными элементами декора. Но более интересен вариант DS4 Cross. Ему полагается тёмный декор, багажные рейлинги, а к противобуксовочной системе добавлены новые режимы для песка, снега и грязи. Не самую свежую платформу и MP2 освежили внедрением композитов и локальными доработками. Кроме того, модели перепали управляемые амортизаторы, жёсткость которых ежесекундно меняется, исходя из актуальных показаний от фронтальной камеры. Силовые агрегаты — сплошь малокубатурные турбомоторы, с которыми сопряжены 8-диапазонный автомат и передний привод. Вдобавок есть подзаряжаемый гибрид и TENSE, притом также моноприводный. Совокупная мощность установки такая же, как у старшей бензиновой версии. Зато гибрид может проехать полсотни километров на электротяге. Впрочем, другие автомобили Peugeot, Citroёна и Opel демонстрируют такие же характеристики. Но если инженеры применили весьма тривиальные технические решения, то дизайнеры разошлись на полную катушку. Во всяком случае, салон буквально нафарширован неординарными решениями. Центральные дефлекторы спрятаны в единый блок климат-контроля, а дверных ручек будто и нет вовсе. Впрочем, никакого практического интереса вся эта информация для нас не имеет. Ведь возвращаться на российский рынок бренд DS пока не спешит. Продолжение следует...